В Упорова строят новую спортплощадку. Общая стоимость проекта более 3 миллионов рублей. О том, как идут работы, расскажем в следующем сюжете. Жители Упорова давно мечтали о новой спортплощадке. В местной администрации разработали план благоустройства территории. Его отправили на конкурс общественных проектов. И выиграли грант от областного департамента АПК на 2 миллиона рублей. Кроме того, идею поддержали предприниматели и органы местного самоуправления. С меру по нитке еще миллион. Сегодня на улице Березовой уже кипит работа. Строители заливают основания для будущей спортплощадки. Агрофирма Крим бесплатно предоставила бетон и бригаду рабочих. Сложный проект, непривычно такой работой заниматься? Нет, это повседневная наша работа. Мы всегда занимаемся этой работой, так что для нас все привычно. Основание будет прочным? Да, основание будет прочным. Можно взрывать, не взорвешь. Бригада работает, несмотря на аномальную жару. Чтобы бетон не трескался, его поливают водой. А уже через неделю строители приступят к монтажу мягкого покрытия. Мы стараемся, люди стараются, приходят вечерами. Видите сами, что бетон в приличный слой заливается. Сетка связана как по технологии. Пытаемся, чтобы было качественно и хорошо. Не остались в стороне и местные жители. До прихода строителей на площадку они выровняли участок, установили столбы и ограждения и уложили арматуру. На это ушло около месяца. Зато теперь дело пойдет быстрее. Это для нас первый опыт. И я думаю, что он будет успешным, уверенным в этом. Потому что люди работают ответственно, очень серьезно, с любовью. Вот каждую мелочь продумывают. Они действительно хотят сделать хорошую площадку. Проговаривают о том, что, может быть, здесь какие-то у нас соревнования будут проходить. Может, мы сами будем устраивать какие-то соревнования. На спортплощадке создадут все условия для подвижных командных игр. Баскетбола, волейбола и футбола. Работы обещают закончить в первой половине августа. Анастасия Лизаревич, Илья Липухин, Сергей Новиков, Тюменская служба новостей. Илья Липухин, Сергей Новиков, Тюменская служба новостей.